МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом году девятый будет форум по счету. В чем отличие этого форума от предыдущих? Ну, вы знаете, каждый год какие-то традиции создаются, какие-то традиции уходят, но мы стараемся соблюдать те концепции, которые есть, те моменты, которые наиболее удаются. Но отличие конкретно этого года от предыдущих заключается в том, что мы, прежде всего, будем ориентировать эту смену на человека. То есть у нас в центре внимания будет человек, то есть участник априори. То есть у нас во главе всего концептуального подхода мы будем все делать для участников. Есть определенные задачи, которые ставят перед нами Федеральное агентство по делам национальности, Федеральное агентство по делам молодежи, аппарат полномочного представителя президента нашей страны в Северокавказском федеральном округе. Но для того, чтобы участник чувствовал себя комфортно, мы должны прислушиваться к тому, что они нам говорят и чего они хотят прежде всего. Для этих целей у нас впервые за всю историю, наверное, Мушака будут проводиться планерки не только среди дирекции, но и также будут проводиться совещания внутри самих делегаций. То есть ежедневно будет проводиться сбор с участниками, которые приехали от разных регионов. Соответственно, будет собираться обратная связь, что на форуме идет хорошо, что не совсем. И мы будем делать форум гибким. То есть форум становится гибким, и каждый следующий день мы будем стараться форум менять для того, чтобы участникам на форуме находилось комфортно. То есть по их пожеланиям можно в программе что-то изменить на следующий день? Да, может быть у нас что-то не так с питанием, какая-то история. Может быть график образовательной программы какой-то жесткий. И может быть, не знаю, там люди хотят ходить на альтернативные площадки, а не на почетных гостей каких-то, которые, допустим, им неинтересны. И эти все моменты мы будем обсуждать и с дирекцией, и с участниками принимать конкретное решение для того, чтобы программа менялась. Это первый момент. Вот второй момент. У нас образовательная программа будет выстроена таким образом, что каждый участник самостоятельно будет формировать свою образовательную траекторию. То есть вот вы приехали как участник по смене добровольчества. На следующий день у вас есть четыре варианта обучения. То есть вы, возможно, уже доброволец с опытом, вам интересна какая-то тема. А раньше у нас была там, вот приехал человек на смену добровольчества, и у него есть строго какой-то блок определенной образовательной программы. Вот. Теперь у каждой смены, у каждого направления есть, соответственно, четыре темы на выбор, где ребята могут получать какой-то образовательный контент, так его будем называть. И таким образом двигаться не прямо линейно, а то есть так, как они выберут для себя по диагонали. Сегодня они пошли на одну тему, завтра на другую, какая им нравится. И в результате они получили те знания, которые им интересно получать. Ну, собственно, к тому же подходу все для участников. У нас будут проходить творческие мероприятия. Мы хотим сделать форум, площадку форума местом, где человек может самореализовать себя. То есть, так или иначе, каждый из участников в раннем детстве или позднем занимался каким-то видом творчества. Кто-то рисовал, кто-то танцевал, кто-то пел песни, кто-то писал стихи и так далее. И мы хотим сделать наши вечерние мероприятия максимально доступными для всех людей с разножанровым, скажем так, талантом. Чтобы они могли сами себя показать на эти мероприятия. Да, то есть те творческие номера, которые будут проходить, которые они будут показывать в рамках смен. То есть, там будет какое-то определенное время на подготовку, но мы хотим их сделать массовыми. То есть, если у нас там раньше было там в том году там песни на Машуке, выступает один человек от делегации. И на этом как-то у нас вроде как представление меняется. И каждый человек, ну, так или иначе, чувствует, что он, может быть, себя недопоказал где-то. Не раскрыл свой талант. И для того, чтобы участники видели, с кем они находятся в тридцатках, они живут в тридцатках, вот, мы предоставляем им площадку Машука и делаем все для того, чтобы творческий номер, который был представлен, он был максимально массовым. То есть, все, опять же, по желанию, опять же, по интересу участников, с тем, чтобы никого не обидеть, никто не почувствовал, что он что-то где-то недосказал. Вот, это этот момент. Кроме того, поскольку у нас в этом году год добровольца в стране, вот, мы планируем, что форум Машук послужит отправной точкой, скажем так, стартовой, каких-то эстафетных акций, которые в последующем найдут свое продолжение в других регионах. То есть, на Машуке, мы сейчас продумаем, в каком формате это будет проходить акции, то есть, добровольцы, участники форума начнут что-то, что потом найдет свое продолжение, там, спустя две недели, там, и форум и эстафеты пройдет по всем территориям Северокавказского федерального округа, и, как нам говорят наши коллеги из Федерального агентства по делам молодежи, возможно, мы дадим старт тому, что найдет продолжение на территории всей страны, то есть, какие-то интересные акции. Форум в этом году пройдет в две смены, каждая смена чему будет посвящена, каким темам и направлениям? Ну, вот, я уже коснулся частично, первая смена у нас посвящена развитию добровольчества в Северокавказском федеральном округе и не только, вот, вторая смена посвящена развитию гражданского общества. Если разбирать тот контингент, который мы хотим видеть на Машуке, то первое, прежде всего, это добровольцы на первой смене, второе, это руководители военно-патриотических клубов, патриотических общественных объединений, спортивных, вот, и так далее. И третье, это блогерство, то есть, молодежные средства массовой информации, блогеры, ну, фактически, сегодня каждый молодой человек может называть себя блогером. Ну, по сути, да, все в социальных сетях присутствуют. Или иначе, вот, и мы хотим, ну, соответственно, под каждую из этих целевых аудиторий будут подобраны специалисты, которые будут транслировать какой-то определенный образовательный контент и рассказывать, как это делать правильно. Вот, что желательно, что нежелательно и так далее. А вот вторая смена у нас гражданского общества, я уже сказал, это будут у нас представители предпринимательского сообщества, либо те, кто хотят открыть свое дело, молодые предприниматели, начинающие. Вот, это будут у нас представители творческой молодежи, тоже абсолютно все виды жанра искусства, творчества. Вот, и третий момент, это у нас будут молодые специалисты, работающие молодежь. То есть, это здесь могут быть абсолютно любые молодые ученые, руководители молодежных общественных организаций, объединений. То есть, неважно, это коммерческая, некоммерческая сфера, госслужба или что-то иное, да, как бы, общественная деятельность. Ну вот, для всех этих целевых аудиторий будет подобрана образовательная программа. Дмитрий, я вижу две основных цели для участия в этом форуме. Ну, естественно, со стороны молодых людей. Это первое, чему-то научиться участие в образовательной программе. Второе, получить грант на свой проект. Давай по первому пункту. Кто готовит образовательную программу и кто будет учить ребятам? На протяжении уже нескольких лет мы работаем с Пятигорским государственным университетом. Но это не означает, что мы, значит, ограничиваемся только преподавателями Пятигорского госуниверситета. На самом деле, вот под каждую из тех смен, которые я назвал, да, то есть под каждую целевую аудиторию подбираются специалисты самого высокого уровня. Причем это не люди, которые работают в вузах, да, и читают лекции. Это люди, которые практики, которые являются в том или ином направлении реально мастерами своего дела. То есть фактически это лучшие тренеры нашей страны. Вторая цель – это получение гранта на свой проект. Какая сумма в этом году выделена на гранты и каким проектам будет отдаваться предпочтение? В этом году выделено всего на форум Машук на грантовый конкурс 83 миллиона 800 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом это немножко меньше. Было 85 миллионов 500 тысяч рублей. Вот, но незначительно. С учетом того, что все форумные площадки, которые проходят на территории нашей страны, даже федеральные форумы, они либо имеют суммы, но в два раза меньше. Например, на Тавриде в этом году 30 миллионов всего. И Тавриде, по сути, является одной площадкой, на которой, как на Машуке, раздают гранты, да, тем участникам, которые приезжают. То есть Машук и Тавриде остались двумя форумами, где раздают гранты сегодня участникам. Вот, остальные площадки от этой концепции уходят, вот, поскольку все те конкурсы, проектов, которые проходят, они в заочной форме. Вот в чем отличие. У нас же в заочной форме, у нас идет точная защита проекта. Ребята выступают, защищают. По направлениям деятельности, да, если разбирать, значит, это, ну, как я назвал, у нас главная тематика этого года добровольчества. Это добровольческие проекты, вот, это любые гражданские инициативы, это культура, творчество, средства массовой информации, ну, то есть по контингенту, который туда приезжает. Вот, и межнациональное взаимодействие, гармонизация межнациональных отношений. А размеры этих грантов? Размеры грантов, вот в чем, как бы, отличие этого форума от предыдущих в части грантовой поддержки, вот, которая реализуется за счет Федерального агентства по делам молодежи. Если у нас раньше были суммы фиксирования на форуме, то есть молодой человек получал на грант 300, 400, 500 тысяч максимально и не меньше, то есть не меньше, не больше. Если была некоммерческая организация, участвовала в конкурсе, получала 2,5 миллиона. В этом году у нас максимальная сумма гранта для молодых людей, ввиду того, что, опять же, пожелания самих участников до 300 тысяч рублей, то есть это сумма не фиксированная. То есть молодые люди могут заявить проект на 10 тысяч рублей, на 50 тысяч, на 100, на 150, ну, то есть максимальная планка 300 тысяч, а некоммерческие организации до 2,5 миллионов рублей. То есть, опять же, сумма не ограничена, может быть 100 тысяч, 500 тысяч и так далее. Вот я просчитывал, мы с дирекцией считали, с учетом того, что суммы грантов были уменьшены и не фиксированы, по сути, у нас из 2 тысяч участников приезжает с проектами около 1400 участников. То есть примерно каждый четвертый участник получит поддержку на реализацию своей проекта. А раньше какое количество людей получали гранты? Ну, у нас в общей сложности где-то получало 250 человек, да, с некоммерческими организациями. В этом году, вот я сам сейчас сидел с калькулятором, просчитал, это где-то около 450 человек. Ну, практически в 2 раза больше. Да. И последний, наверное, вопрос, времени осталось немного. Традиционно на маршрут приезжают известные люди, причем из разных сфер, и музыканты, и спортсмены, и политики, проводят мастер-классы, творческие встречи, концерты. Кого ждать в этом году? Если разбирать, ну, в целом наполнение смен, мы пытаемся подбирать спикеров, ну, то есть известных людей, именно под тот контингент, который приезжает, под ребят, которые в какой-то сфере деятельности задействованы. Но если касается творческих людей, журналистов, значит, предпринимателей, ну, Константин Хабенский, Владимир Машков, Сергей Безруков, значит, есть ли журналистику Тина Канделаки, Сергей Брилев, значит, есть ли спортсмены Светлана Хоркина, то есть, даже вот я всех не назову, в общей сложности мы, ну, вот если блогерскую сферу разбирать, там, не знаю, там, Юрий Дудь, там, о нем мы говорили, да, в том числе, вот, чтобы молодежи было интересно, то есть, где-то у нас есть, сейчас отрабатывается порядка 40 человек, которые приедут, вот, частично, ну, кого-то я уже назвал, кто-то уже подтвердил свое участие, с кем-то сейчас дополнительные переговоры проводятся, то есть, всего в две смены у нас приедет 20 известных людей, то есть, под каждую смену мы будем подбирать, если вторая смена у нас, там, гражданское общество, там, предпринимательство, то приедет, соответственно, предприниматель, тоже известный, значит, Сергей Рыбаков, значит, дизайнер известный, Артемий Лебедев, вот, в том числе, значит, мы проводим эту работу и надеемся, что, конечно же, открыть всего, приедет где-то 20 человек, которые будут интересны, и каждый день по два человека будет выступать перед молодежью. Ну, уже те фамилии, которые вы назвали, это, ну, можно сказать, звезды первой величины. Спасибо большое, Дмитрий, я сразу же хочу вас пригласить в очередную программу «Актуальное интервью», для того, чтобы поговорить уже об итогах форума «Машук», ну, по его окончании. Да, хорошо, спасибо. Я напомню, это было «Актуальное интервью», оставайтесь на своем. Спасибо.